Несмотря на то, что уборка пшеницы в хозяйствах района завершена, отдыхать аграриям некогда. Необходимо подготовить поля к следующему севу. Параллельно проводится подкормка рисовых всходов и борьба с болезнями. Теплая сухая погода в этом году позволила к севу риса во многих сельхозпредприятиях Славянского района приступить на несколько дней раньше установленных агротехнических сроков. Сейчас рис заканчивает трубкование и начинается стадия выметывания метелки, после чего колос будет созревать. Вегетативный этап выращивания риса длится 120 дней. В течение этого времени рисовые чеки находятся под постоянным наблюдением. Ведется борьба с сорняками и болезнями, подкормка всходов удобрениями. Процесс очень трудоемкий, но результат того стоит. Славянский район на протяжении вот уже многих лет в числе лидеров на Кубани по выращиванию белого золота. В этом году рисом засеяно свыше 46 тысяч гектаров. 10 тысяч гектаров – это рисовые чеки зерновой компании «Новопетровская». Обстановка по рису стабильная, вегетация нормальная, не затянута ничего. Одно опасение есть у нас по воде, что не хватит воды у нас на процесс налива риса. Сейчас максимальное усилие по закрытию сбросной сети. Набираем больше уровень воды в чеках, чтобы как можно дольше продлить состояние водного режима с максимальными отметками. В этом году природа отвернулась от агрария. Засуха сказалась на урожае пшеницы, а теперь под угрозой урожае риса. Проливные дожди пришлись бы сейчас как никогда кстати и спасли бы ситуацию. Но труженьки полей не отчаиваются и уже сейчас начинают готовить поля под следующий сев. В хозяйствах проводится полупаровая обработка почвы, лущение стерни после уборки пшеницы для подготовки к высадке других культур – гороха и рапса. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».